Всем привет, друзья! С вами канал Обзор Времени. И сегодня в нашем обзоре Casio G-Shock с номером модели GA700SE1A2. Перед распаковкой скажу, что если вы не знаете, где купить такие часы, либо же другие любые, то досмотрите видео до конца, там я подробно обо всем расскажу и скажу, где купить их по хорошей цене, да еще и со скидкой. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующий обзор. И, конечно же, поставьте лайк, если сегодняшний обзор вам понравится. А теперь распаковываем часы, находим там различные бумажки, вкладыши и инструкцию. Находим металлическую банку, привычную для часов G-Shock, это черная шестиугольная банка. Ее открываем и в ней находим наши часы. Мною уже было снято несколько обзоров на GA700 и в других цветовых вариациях, поэтому, если вы хотите посмотреть на эту модель, но в другом цвете, то переходи по подсказке в правом верхнем углу, либо же дождитесь конечных аннотаций в самом конце видео. А сейчас давайте разберем именно этот цвет и посмотрим на его особенности. Во-первых, это вот такой вот эффект свечения циферблата, благодаря вот такой интересной вставке в циферблат. Она у нас голубого цвета и на стрелках тоже имеется тот самый эффект. Действительно кажется, что экран немножко подсвечивается вот таким приятным цветом, но на самом деле, конечно, засвечения здесь никакого нет. Такой же цвет у нас фигурирует и в ремешке, который у нас двойного цвета. Это такой же голубой оттенок изнутри и темно-серый цвет снаружи. Очень гармонирует этот цвет и мне действительно очень нравится. Напишите в комментариях, если этот цвет нравится и вам, а если не нравится, тоже напишите и, конечно же, почему не нравится. Что касается материалов корпуса, то по привычке это у нас полимерный материал во всем, кроме застежки и задней крышки. Застежка у нас изнутравивающей стали, как и крышка, которая держится на четырех винтах. Что касается кнопок, то их пять. Это две справа, две слева и одна посередине. Они у нас все одинаковые, круглые и слегка вот такие вот рельефные. Что касается стекла, то это у нас минеральное стекло, которое защищает наш циферблат. Циферблат у данной модели двойной. Присутствует отображение времени как с помощью стрелок, так и с помощью цифровых ЖК-областей. И давайте разберем подробнее. Присутствует три графических ЖК-области. Круглая сверху у нас отображает включение либо отключение различных функций часов. Правая и верхняя отображают у нас отсчет секунд с помощью вот таких вот маленьких индикаторов. Также они рассчитываются при работе с секундомером и таймером. И нижняя графическая область самая информативная. На ней на данный момент отображается день, неделя, число и месяц. Либо же информация меняется на цифровое время. Отчет секунд, как видите, тоже присутствует. И также левый верхний клавиша мы можем посмотреть, в каком часовом поясе мы сейчас находимся. Что касается функционала, то здесь он тоже с маленькой особенностью. И давайте на это посмотрим. Эта моделька у нас заточена под функцию секундомера. Потому что даже в режиме текущего времени при нажатии на правую нижнюю клавишу у нас сразу же стартует данная функция. Начинается отсчет и можем ее останавливать этой же клавишей и правой верхней сбрасывать. При этом мы не переходили в режим секундомера отдельно. Мы сразу же начали отсчет. А что касается других функций, то это у нас функция таймера. У нас, видите, 10 минут по стандарту стоит. И как мы видим, как я говорил, в круглой области у нас листаются функции. Индикация показывается. Режим мирового времени. Правой клавишей листаем города и нам в цифровом формате показывается время данного города. Дальше у нас 5 независимых будильников с функцией нижечасного сигнала. Ну и опять же режим секундомера в самом конце. Потому что смысл его запихивать в самое начало, если мы можем им пользоваться даже не на листовую эту функцию. И опять же режим текущего времени, что возвращает нас в самое начало. Если вдруг вы зашли в функцию мирового времени и вам надо посмотреть срочную аббревиатуру, а стрелки вам мешают, вот как сейчас мне. То есть функция отвода стрелок. Это кнопка подсветки и левая и нижняя практически одновременно. Нажимаем и стрелки у нас уводятся. В таком режиме мы можем пользоваться данной функцией. И как мы видим, графическая область полностью чиста. И информация с нее полностью считывается. И чтобы вернуть стрелки, просто нажимаем один раз на левую нижнюю клавишу. Также можно пользоваться в любых других функциях. Поэтому если какие-то проблемы с этим возникнут, то решение конечно же есть. Функция подсветки в этих часах есть, но это обычный белый диод, выбивающий снизу. При этом разглядеть положение стрелок будет достаточным, но увидеть информацию на джига областях вы уже не сможете. Поэтому подсветка среднего уровня. Что касается остальных характеристик, то конечно же так как этот джушок, у них умеется отличная ударопрочность и отличная водонепроницаемость с 200 метровой защитой. Это значит, что с этими часами можно не только плавать, но и погружаться даже на большие глубины. И сейчас давайте я надену часы на руку и покажу как они на ней смотрятся. Часы по размерам корпуса, ну я бы отнес к чуть больше среднего, потому что для моей руки они слегка будут великоваты. Хотя в принципе, если так посмотреть и учесть, что это спортивный стиль, то возможно и самое оно. Обхват моей кисти 18 сантиметров, поэтому вы можете на свою руку как-то это все спроецировать и прикинуть, как будет смотреться на вашей руке. И мне эти часы нравятся, очень нравятся. Эффектный вот этот вот циферблат и сочетание данных цветов. Если вы все еще думаете, где же купить эти часы, то переходите по ссылке под видео и покупайте эти часы по лучшей цене. Мы продаем только оригинальные часы с полным комплектом, гарантией и доставкой по всей России. А с промокодом обзор времени от нашего канала вы получите еще и дополнительную скидку. И всем, кому понравился сегодняшний обзор, конечно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы увидеть следующий обзор. И кому интересно, ставьте колокольчики возле подписки, чтобы вам приходило уведомление о том, что новый обзор все-таки вышел. И вы посмотрели его одним из первых. А вам спасибо за внимание. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok